здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в четвертом уроке видео курса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и мы продолжаем с вами работу и я предлагаю вам начать изучать данный шаблон по дему то есть вот сверху как он устроен у нас тут идет слайд-шоу мы сейчас начнем с него и потом последующие уроки мы вот так вот изучим все что здесь у нас имеется на главный на первой странице ну а уже после мы подробно изучим все достопримечательности шаблона все возможности и освоим все остальные внутренние настройки шаблона и так давайте начнем делать вот такое вот слайд-шоу на демо представлены значит смотрите два слайда то есть вот имеется вот такие стрелочки по бокам когда я навожу на слайд и здесь вы можете разместить любой контент фотки видео текст и так далее и имеются вот такие вот еще переключателем ниже соответственно таких слайдов может быть неограниченное количество если мы обратим внимание на демо сайта то данная слайд-шоу устроена очень просто это всего лишь два модуля находящийся в позиции топ-1 ведь его здесь тип html код просто за счет шаблона мы можем с вами сотворить из обычных html кодов стандартных модулей джумла мы можем делать слайды и так в нашей админке давайте создадим модуль html как-нибудь его называем скрыть заголовок показать на ваше усмотрение в демо у нас он скрыт позиции у нас это топ-1 привязка делаем только только на указанных страницах то есть у нас это будет только для главной поэтому галочку оставляем только на главную так и давайте в демо данных мы зайдем в данный модуль посмотрим какие суффиксы классы нам тут нужны в дополнительных материалах суффикс css класс модуля у нас есть вот такой а слайд нам он необходим чтобы у нас слайд выглядел таким же образом поэтому мы здесь его вставляем смотрим что у нас есть еще у нас здесь больше в принципе ничего нет и сейчас давайте поговорим о важном моменте который присутствует точнее важный момент который нам предоставляет данный шаблон а потрясающие возможности если мы пройдем в демо шаблона найдем там аддонс найдем здесь вот этот вот grid system это очень уникальная возможность смотрите вот здесь демо видно очень легко разбить на колонки наш контент максимум до 8 колонок вот вы перейдете на демо страницу можете вот здесь вот этот текст перевести здесь из текста понятно разработчики говорят что вы можете использовать любой контент статьи модули с этой разметкой и при всем при этом ваш контент будет адаптивный для мобильных устройств сейчас я продемонстрирую как это сделать вот здесь обязательно на демо перейдите на эту страницу чтобы руками не писать вам понадобится вот этот кусочек кода вот здесь между скобками написано контент но сейчас я вам покажу как это действительно здесь все устроено и и ниже вот это вот немаловажное значение 1 2 1 3 это и есть деление на колонки надо вам например контент на странице вот так же например текст или картинки или текст и картинки разделить на три колонки значит у вас в коде вот тут где 1 2 вы стоите 13 и так далее смотрите надо четыре колонки здесь стоять 14 ведь и до восьми колонок также можно делить не пропорционально видите 4515 одна шире другая уже и так далее это очень полезный момент который я оценил в данном шаблоне потому что если вы работали с жумал редактором вы знаете что достаточно неудобно размещать картинку и тех что был сбоку нужно делать обтекание картинки текстом а всевозможные отступы настройки так далее вот этот вот кусочек кода он решает все эти вопросы да и плюс как я уже говорил это все дает мобильность адаптированность и так далее то есть это очень очень мощный вот этот инструмент который мы сейчас с вами будем разбирать значит куда-нибудь в блокнотик скопируйте вот этот код вот например видите сделал здесь себя значит колонка 11 мне нужно было две колонки чтобы текст был справа а я был слева и это очень легко делается давайте это проделаем на нашем сайте значит вы загружаете а какую-то свою картинку либо там себя либо еще что то что вам что вас интересует я загружаю свою так я вставляю картиночку смотрите просто нажимаете enter и снова строки пишите любой свой какой-то контент например я вставил текст тот код который я вам сказал скопировать значит смотрите мы копируем вот так вот а потом закрывающий так див мы закроем после картинки то есть копируем вот такую вещь здесь нам нужно перейти в html режим и нам нужно выше поставить вот такой вот код открываем значит обратно наша код копируем див либо пишем от руки и нам нужно закрыть картинку именно то есть до текста вот и нам здесь нужно указать если мы делаем две колонки как у меня соответственно если будет 12 и у текста вы сделать 12 тонн картинка и текст уменьшится значительно в размере да нам не нужно уменьшать размер здесь конечно можете поиграться и вот я ставлю 11 теперь я копирую только вот этот текст также клику enter этот текст я делаю видите открываю как бы див класс вот этот класс для вот этого контента то есть конкретно для этой строчки и закрываю также дивом эту строчку кода надеюсь я понятно объяснил да то есть тут мы открыли див для имиджес закрыли значит наш код дивом и опять открыли тот же класс выставили 111 к одному потом идет наш контент и див закрывает нажимаем ok здесь будет выглядеть все то же самое нажимаем сохранить и и смотрите у нас все нормально стало без проблем наш текст находится справа а картинка слева здесь уже вам ничего не составляет сложности прямо отсюда в редакторе начать работать то есть увеличивать текст делать его например жирным но сразу говорю если вы текст делаете большим он вот сюда не будет умещаться и он сместится сразу под картинкой здесь либо нужно длинное предложение разделить либо не увеличивать буквы слишком большие не делать то есть вот здесь я выбрал оптимальный вариант вот эта строчка настройка сложного шаблона лендинг пейдж от а до я а чтобы она уместь умещалась в наш вот этот дизайн и не смещалась под картинку с этим мы разобрались теперь давайте разместим текст вот этот но тут не просто у нас текст здесь нас идет перечисление но не просто перечисление вот эти звездочки это соответственно шорт-коды от данного шаблона также вставляется очень легко сейчас покажу как это делать сейчас мы заглянем в нашу шпаргалку нашу демо данным смотрите наводим вот на вторую менюшечку и нам нужна типография вот эта кнопка кликаем по ней давайте посмотрим прокручиваем ниже мы все это еще пройдем когда дойдем до этого момента мы сейчас берем только те моменты которые у нас присутствуют в демо и мы по порядку потом здесь все пройдем все сепараторы любой вот этот текст вы все это будете уметь делать итак отвлекся смотрите вот этот блок здесь представлены четыре вариации перечисления и нам нужны звездочки ну здесь толком объяснений нет идет вот это только star звезда до . star а сейчас а я вам покажу как это выглядит то есть это star это класс к нашему перечислению у меня в демо идет значит первое слово пошаговый видеокурс вы можете также использовать свой смотрите как мы поступаем здесь смотрите чтобы нам тут теги не копировать давайте зайдем в html с новой строки в принципе ставим текст вот здесь чтобы наш текст не присвоились другие данные вот эти дивов и так далее нажимаем окей чтобы он чисто встал чтобы никакой код на него не влиял смотрите первое что мы делаем то есть это маркированный список видно здесь мы выделяем вот так вот данный текст и кликаем по маркированный список у нас текст отодвинулся вправо и пил появилась такая точка если вы с редактором работали вы уже это должны знать дальше мы ставим пробел и ставим друг другие слова другое слово которое вы хотите вставить в перечисление у меня идет надежная поддержка я ставлю так чтобы курсор мигал перед этим текстом и нажимаю enter у нас строка переключилась дальше у второй строки опять ставлю пробел и вставляю свое слово сто процентов результатов в принципе у нас перечисление готово но у нас будут вот такие точки а нам нужны звезды как вот здесь и это все очень просто нам нужно теперь прописать класс к этим звездам смотрите для удобства в дополнительных материалах я вам приложил такой текстовый документ маркированный список открываем его и здесь лежит класс именно 100 то есть звезды давайте заглянем в html сначала и посмотрим как выглядит наш маркированный список смотрите у нас начинается маркированный список вот от этого тега ул давайте сравним его с нашим стар то есть нашим с звездой здесь нужно скопировать вот так вот и просто дописать к этому ул то есть ул у нас уже есть копируем как я здесь делаем так чтобы курсор мигал точнее даже вот этот мы скобочку удаляем ставим пробел и вставляем наш класс у нас в принципе уже все должно сработать вместо точек должны появиться звезды нажимаем ок нажимаем сохранить и давайте проверим обновляем страницу вот смотрите они у нас переместились вот здесь ниже у нас все получил с вами сейчас мы этот текст переместим выше главное наши звезды сработали видите а теперь вы можете здесь как у меня видите увеличить буквы все это дело а почему тех сместился ниже а это все потому что мы с вами не внесли вот в этот контейнер класса вот в этот данный текст здесь просто вот эти дивы закрывающие их нужно поставить ниже всего тогда этот текст будет присвоен к этому вот классу давайте отсюда его вырежем два дива берем пробел и воткнем их вот сюда принципе должно уже сработать нажимаем сохранить идем на сайт и обновляем страницу и вуаля смотрите наш текст прекрасно здесь стал ну и давайте немножко увеличим размер значит просто можете вот так выделить текст и сделать например тут жирным так нам для размера у нас в редакторе нет кнопки размер шрифта у нас редактор по умолчанию в джумле стоит неполный если вы не знаете как включать редактор в полном объеме его функционала сейчас для вас это будет полезно здесь сохранить и закрыть идем менеджер плагинов отсортируем включено ищем плагин редактор тени мы заходим внутрь и здесь нам нужно значит выбрать режим редактора расширенный сохранить закрыть возвращаемся менеджер модулей заходим в наш модуль и и видим что у нас появились новые дополнительную опцию редактора так выделяем наш текст и нам нужно размер шрифта кнопка давайте сделаем 18 сохраним давайте посмотрим и вуаля смотрите мы увеличили размер букв также заголовок здесь смотрится не лучшим образом заголовок всегда должен быть большего размера нежели текст в данном случае заголовком является настройка сложного шаблона да здесь чтобы сделать такие большие буквы здесь придется делить как я уже говорил длинный заголовок иначе он смещается ниже то есть здесь уже можете сделать без меня без моей помощи с разметкой контента мы закончили но у нас первоначальный урок здесь был создать слайд у нас пока не будет никакого здесь слайда пока у нас не будет второго модуля который позволит нам переключаться с одного слайда на другой и так можем нажать здесь кнопку сохранить копию можете как-то его переименовать у нас позиции топ включаем этот модуль и нажимаем сохранить давайте нажмем сохранить и закрыть чтобы убедиться значит вот у нас есть второй модуль html кода позиции топ-1 копия настройки сложный шаблон то есть копия этого модуля это чтобы быстренько вам продемонстрировать работу слайда но у нас смотрите что происходит модули одинаковые идут друг за другом слайда никакого нет сейчас я зайду в копию проверю все ли стоит здесь все нормально смотрите сейчас мы идем шаблон чтобы у нас слайд заработал эти возможности суда этого слайда предоставляют наш шаблон там кое-что нужно сейчас нам сделать расширение менеджер шаблонов заходим шаблон кликаем по вкладке расположение мы здесь еще подробно остановимся здесь присутствуют а модульные позиции мы не будем пока заострять внимание тут на всевозможных настройках мы сейчас делаем слайд и вот смотрите нам нужен топ-1 вот сейчас видим его здесь при наведении на каждый модуль у нас появляется здесь вот такая иконочка кликаем на нее и здесь также есть описание а здесь предоставляют что мы можем сделать с данной модульной позиции по умолчанию стоит дефолт здесь дальше круглые это скругленные углы пустой вкладке также это все мы пройдем аккордеон и нам нужно самые последние слайды кликаем чтобы здесь засветилась галочка после того когда мы здесь выбираем что-то у нас появляется здесь еще такая вот шестереночка можем кликнуть на нее здесь еще есть небольшие настроечки смотрите авто слайд здесь мне непонятно я здесь какие значения только не пробовал ставить то есть это чтобы слайды автоматически переключались автоматическое переключение я не добился только если руками вот по стрелочкам кликать не знаю в чем причина возможно в обновлении шаблона это исправится следующее второе поле это продолжительность эффекта стоит 600 а я считаю продолжительность эффекта это вот переход например от слайда к слайду а вот сам переход это 3 нижняя позиция эффект type и здесь есть три варианта слайд потом вот второй вариант и 3 можем оставить пока 1 посмотреть как это будет и здесь еще имеется две кнопки show navigation показать это мы оставляем а последнее показать нумерацию страниц что это значит вот смотрите на демо навигация то есть страничка 123 то есть слайды например 123 это вот эти точки вот эти точки появляются за счет суффикс класса модуля если мы уберем суффикс класса здесь появится а просто квадратик страничка 1 страничка 2 то есть это нижняя вот это вот навигация а вот это шоу 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 навигацию вот это вот предпоследние да это вот эти вот стрелочки по бокам думаю это понятно значит оставляем здесь ес ес но здесь можно выбрать второй вариант посимпатичней и здесь нет кнопки сохранить здесь просто нужно закрыть здесь есть кнопка reset сбросить close закрыть вот просто мы закрываем и здесь нужно в шаблоне сохранить нажать запоминаем как у нас сейчас все выглядит нажимаем обновить страницу и вуаля у нас все получилось у нас теперь это слайд они просто html модуль навигация и переключение вот такой вот стрелочками так как у нас модули одинаковый поэтому нас контент здесь одинаковый давайте я вам еще детально здесь подскажу так здесь закрываем захожу в модули захожу в html смотрите вот этот вот суффикс класса если мы убираем то вы видите у нас появляются вот такие вот странички то есть если вам вот так лучше а можно использовать если вам не нужны вот эти точечки я же возвращаю все назад возвратил все назад обновляю страницу и у нас вернулись точечки которые свойственны вообще слайд-шоу также вот этот переход то что видите переходит слева направо также это контролируется вот этими эффектами здесь еще две вариации слайд и фэг здесь смотрите решать вам как лучше и вам домашнее задание второй слайд который мы с вами сдублировали здесь без моей помощи разместить свой контент в две колоночки и последнее что я хотел сказать в этом уроке я хотел продемонстрировать вам адаптивность данной разметки и данного шаблона насколько все круто как проверить адаптивность если вы не знаете просто тянете мышкой за край браузера сужает тем самым браузер и смотрите как в реальном времени контент перестраивается уменьшается потом текст подстроится под картинкой видите как то есть все за счет вот этой разметки который мы с вами прошли для вставки какого-либо контента сужаем еще 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 и у нас все подставляется на этом урок я заканчиваю и увидимся в следующем